В первом минном месте оказались представители управляющей компанией Стройхимсервис. Коммунальщики не могли попасть в квартиру должников около 15 минут. Сожитель одной из женщин, которая прописана по этому адресу, всячески пытался остановить незваных гостей. Попасть в квартиру собственников оказалось делом нелегким. Жильцы заперлись изнутри и не открывали двери даже своей родственницы. Тем временем комиссия пополнилась представителями других организаций города. Для того, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, сегодня пришли работники департамента ЖКХ, сотрудники жилинспекции и даже Роспотребнадзора. Но и им пришлось простоять у закрытой двери около получаса. Неплатильщики отказывались идти на контакт. Вот смотрите, мы сейчас пришли, это последняя комиссия перед исковым заявлением на выселение. Вы сами свою ситуацию ухудшаете. Если мы сейчас в квартиру не подойдем, завтра документы на выселение будут в суде. Вот вы сами себе кожу делаете. Ну вот, и ключ нашелся, и все нашлось. По данным жилищникам, в квартире проживают три человека – отец и две его дочери. Также прописано четверо детей. Первым к представителям комиссии вышел глава семейства. Он пытался объяснить, что никак не может заставить своих девочек взяться за ум, перестать пить и начать наводить в квартире порядок. О том, что они могут оказаться на улице, по словам мужчины, женщины в курсе. А вот дочка, напротив, наотрез отказалась вести диалог с жилищниками. Тем более впускать их в квартиру. Мы тебе плохое, ничего не хотим. Если ты в квартиру пошел, ты знаешь, от взгляда на руки. Мы знаем об этом, знаем об этом. Я вообще даже не сомневаюсь. Мы знаем об этом. Если руку. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все же членам комиссии удалось войти в квартиру и убедиться, что здесь продолжает царить антисанитария. Жильцы игнорируют просьбы соседей и коммунальщиков. Постоянно обещают привести жилье в порядок, но воссыны не там. Вещи разбросаны, по углам кучи мусора и бутылки, окна забиты фанерой. Представители департамента ЖКХ составили акт и сделали собственникам последнее предупреждение. Квартира не приватизирована, поэтому лишиться своей жилплощади они могут в одночасье. Мы сейчас им дали срок 10 дней, чтобы они навели порядок, хотя бы немножко привели в божеский вид. Если сейчас они это все не исполнят, то мы будем писать исковое заявление на выселение взрослых членов семьи. Квартиру закрепим за детьми. Какое решение суда будет? Заварим дверь и до совершеннолетия детей квартиру сохраним для детей. Помимо антисанитарии, жильцы накопили огромный долг. По словам юриста, управляющей компанией «Стройхимсервис», на собственников постоянно поступают жалобы от соседей. На сегодняшний день долг составляет более 400 тысяч рублей. Оплаты редко-редко поступают, конечно, с пенсии вычитают, но не каждый раз. Данная задолженность образовалась очень давно. Подействует ли на недобросовестных жильцов последнее предупреждение, покажет только время. На то, чтобы привести в порядок квартиру и иметь возможность проживать по прописке дальше, у них осталось очень мало времени. Вера Муратова, Максим Галимзанов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.